Здравствуйте, проходите, пожалуйста, присаживайтесь в неамбулаторную карточку и рассказывайте, что вас беспокоит. В день детский врач-эндокринолог Светлана Демьянова принимает десятки пациентов. Молодой специалист этой профессии – редкость для нашего региона. В городе работает всего пять врачей такого уровня. Сюда, в Ярославль, Светлана Демьянова приехала с мужем из Ивановской области. Говорит, с детства мечтала лечить малышей. В крупных городах проблемы много у детей. Это щитовидная железа, проблемы с весом, ожирение, избыточный вес, нарушение рост и полового развития. Ну и, конечно, сахарный диабет. Он у детей тоже встречается. Растет и молодеет. Ярославский медицинский университет детских врачей-эндокринологов не выпускает, а город нуждается в профессионалах. Только на участке Кировского и Ленинского районов приписано 20 тысяч детей. Плюс пациенты из других районов области. Поэтому пришлось привлекать специалиста из соседнего региона. Опять же, куда переедет, как переедет. Все это было подвешено в воздухе. И тут вдруг возникла идея, почему бы из кабинета площадью 36 квадратных метров, который не использовался на протяжении более чем 10 лет, не сделать жилье для этого сотрудника в центре города рядом с работой. Раньше это помещение выглядело так. Старый процедурный кабинет с отколовшейся плиткой и зашарпанными стенами. Сейчас о его прошлом предназначении напоминает только табличка «Выход на дверях». И домой с работы Светлана Демьянова может бегать в тапочках. Это у нас часть кухонная. То есть, в принципе, плитка, комойник, рабочая поверхность. Здесь мы и готовим, и кушаем. Но очень удобно, потому что ты не отстраняешься от комнаты. Потому что ты готовишь, ты одновременно и с молодым человеком, и с телевизором. Более того, в новой квартире Светлана организовала себе мини-спортзал. Рядом на стеллаже семейные фотографии. Один минус. Живого питомца в здании больницы не заведешь. Зато плюшевого вполне возможно. Мы его подарили, когда я закончил институт и выселялась из общежития. На память от всех тех друзей, с которыми мы были на протяжении 8 лет вместе. Вот он вместе с нами переехал и тут живет. На переоборудование нежилого помещения больницы под квартиру для медицинского работника потребовалось более полугода. Как отмечает главный врач, основные сложности возникли в оформлении документации. Ремонт помещения обошелся бюджету в 250 тысяч рублей. Теперь все дети района могут получить квалифицированную помощь врача-эндокринолога. А она работать практически не выходя из дома. Светлана Доброхотова, Сергей Мазилов. День событий.